У них есть определенные проблемы, в частности, они вторые по рейтингу худших команд в атаке, по статистике не набирая даже 40%, но Керриган сказал, что это исключительно его вина, он часто пытается играть на команду, играть первым и, соответственно, что-то в этом плане попытается поменять. Вам, уважаемые зрители, приятного просмотра, начинается этот пистолетный раунд в защите для гамбит, которые вчетвером укрепляются на Б, уже продавили пространство храма, а вот фейс-клан работает через центр, на котором орудует Шира. Он стреляется, какую-то инфу собрал, но не уверен, видел ли он много игроков, поймал броки, ну а на куб тем временем вливаются игроки фейс, разбрасывают асайты, будут заходить. Полетели смоки, самые стандартные, 1-2, Аксель пытается найти для себя место, Шира при этом в смоках, Акселя проверили, Керриган реализовал P250, Шира за ящиком на пленте, Нафаня пробует настреливать через смок, Шира слышал игрока, который пытается установить бомбу, в итоге фейсы этот момент прочитали. Нафаня с беретами так и не сыграл, остается Интерс и Хоббит, правда красный Рейн, красный Олаф, бомба так и не стоит, очень тяжело на карте Эншн устанавливать пакет, и вот собственно Хоббит перестреливает Рейна, как же переворачивается этот раунд, красный Олаф тоже отъехал, ну и твист 1-2, хотя вот твиста P250 и бомба на него, стреляется с Интерсом, ловит его, однако Хоббит отвечает по оппоненту, и команда Гамбит все-таки пистолетку берет, это было близко, но... Дигл и они уже фрутся вперед, правда Молотов немного сбивает им темп, может даже не немного, Церковь полностью Гамбита оставляет, Интерс перестреливает твиста, пушат дымы, при этом флешка не работает, 2 фрага, 3 фрага от Гамбит, 2 в ответ от Фейс Клан, бомба валяется посреди плента, Хоббит сидит возле пирамиды, спокойно принимает броки выходящего из смока, раунд откровенно не задался, Хотя инвестиция в гранаты от Фейс не сработала, это выглядело даже немного странно, потому что... А по поводу флешек и пистолетов, ну это Фейс, если ты смотрел их прошлые игры, они на всех картах с любым оппонентом делают просто все очень быстро, ну и соответственно любят пушить под смоки и флешки. Я, кстати, в подкасте, в который вы меня недавно с Петриком пригласили, об этом говорил. Да, но я говорю немного не об этом, а о том, что инвестировав в гранаты, у Фейс не хватило банального дыма, чтобы потушить Молотов, их атака из-за этого застопорилась, Молотов горел на банане, да, вот это было странно, а не то, что они, значит, закупили гранаты, это, конечно, их фирменный стиль. Но пушили в свои же смоки, флешки не работали, и по итогу третий раунд уже начинается 5-4 с преимущества для Гамбит. Твои расклады вообще... Веншин, я так понимаю, от Фейс ты не веришь, при том, что они начали играть его одними из первых, не стесняются пикать против большого числа оппонентов. Я просто не верю пока что в команду Фейс Клан, опять же. Но на Мираже ты бы в них верил? На Мираже, наверное, больше, да, потому что, ну, как-то, наверное, понимание больше у этих ребят по поводу Миража, и карту любят. Ну, и плюс, исходя из того, как все их оппоненты уверенно Мираж убирают, да, даже Гамбиты в конце между Миражом и Инферно убрали Мираж против команды Фейс. То есть, наверное, это говорит о том, что, ну, опасаются многие играть в Мираж. Но тут пока что все здорово для команды Гамбит, денег много, по две тысячи там, ну, и, возможно, именно к Акселю вместе с Интерзом будут заходить со временем Фейзы. Аксель при этом сидит на подсадке, из-за того, что Интерз отвлекает на себя внимание, на Акселя не проверят, здесь еще и четко отброшенная хаешка от Тимофея, и Фейс Клан разворачиваются. Что ж, быстрая вылазка на Аплент не удалась, и теперь работа будет проводиться по Мидлу. На Кубе отрабатывает Хоббит, у него хороший пиксель, отсюда, на самом деле, многие игроки могут сделать важные фраги, но пока Хоббит играет на Инфу, скорее всего, видел Твиста, возможно, и Твист видел своего оппонента. Фейс Клан, немного потусовавшись на центре, сейчас пойдут в Б, и, по-моему, нет, Хоббит не уходит, даже на контроль центра. Обратите внимание, что Шира сейчас отвечает за центр карты, и, по сути, база будет защищаться над Немнафани, и, вероятно, Шира получит дым. А при этом пространство храма уже занято, Шира, из-за того, что Хоббит рокировал его на контроле центра, смещая фокус внимания на Б-базу, и в этот момент начинается раскид от Фейс Клан. Ну, Нафаня при этом прячется, видимо, ждет флешки от своих тиммейтов, правда, флеш получил сам, выходит бог к Рейну, не сразу, а имя, Твист умудрился забрать Шира, и все-таки может вылезаться какая-то интересная картина, правда, Твист погиб, Рейн, его находит Хоббит, смок развеялся, и, в конце концов, Броки, последний, действует возле пристроечки и падает от Интерза. А бомба дефузится, денежки должны появиться у команды Фейс за счет дополнительных. Из Банана уже набрасываются флешки, и Фейс Клан разворачивает свою атаку на Б, мажет Шира, из-за этого погибает Хоббит, но дальше ноу-зум, от Шира еще один киллот на Фанни, церковь так и не пройдена, Броки остается один, у Карригана 4 хп, и, походу, еще один легкий раунд, хотел я сказать, но да, скорее всего, так и будет. При этом Гамбит в своих раундах не погибает, как мы видим, в большом числе, соответственно, и деньги их приходят в порядок. На сцене, да, так сказать, проиграли они эту игру. Может, ты что, в 2020 году имеешь в виду? Сложно сказать. Так, пока размен на миду, 4 в 4 твист получает калаш. Не, не, в рамках этого турнира, я имею в виду. А, в рамках этого турнира. Уже вместе, как бы, не по номерам. Ну, они, на самом деле, да, сидели и по номерам в пятером, и было у них действительно, по-моему, выступление на сцене. Хорош. Очень уверенная игра под Аплентом. 6-0 в пользу команды Гамбит, все больше раундов забирает в свой актив. Ну, не полтора, наверное. Ну, в общем, помнишь? Ой-ой-ой, Хоббит, это пай раунд, друзья. Как же грамотно подошел Хоббит, забрал Дугу. Таш, помнишь, когда-то еще давно с тобой тут комментили и обращали внимание, что постоянно одна и та же девушка стоит? Ну, это... А потом оказался модератор. Да, это рум-модератор, я сам, когда участвовал в фан-кэмп, пока Аксид минусует Олаф, и у Фейс Клан вообще ничего не клеится. Тоже тусовался с ней в комнате. Да, в контакт. Твист один в пять. Вот так незамысловато Гамбит выигрывает раунд, и даже эту перестрелку, которую Твист проворачивал со спиной на фане, он проиграл. Тем временем снова пистолеты от Фейс Клан, сейчас будет стычка на центре карты, Аксид с двух тычек получает от Керригана, у того на руках был лишь Тэк Найн. И вот с этого раунда могут начаться проблемы у Гамбит, давайте-ка смотреть, что придумали Фейзы. 44 секунды, они вновь разбрасываются и пытаются выйти в бебазу. На фане чуть-чуть не успел, чтобы перекрыть заход через зигзаг. Своего соперника Хоббит поливает рейк, 12 на 2 его статистика к данному моменту. Широ минусует Броки, а я только хотел нагнать интригу, она уже внезапно померла. Ну просто смог откиньте на стандарт. Вот один смог сюда прокидывается, второй смог так доставит Хоббит. В итоге не оправдывают эти слова. Хоббит очень уверенно подпушил мид, забрал Твиста, ушел назад, никакого размена нет. Еще и откидывает Хаешку прямо под ноги Рейну, 77 хп у него осталось. Меняет далее позицию, на фане остается в пристройке. Рейн пробует выйти на центр, Хоббит отходит, мид отдают. Ну и пока что все позиции, вот, прикрытие. Керриган, ой, Хаешечка больно на фане сделает. 55 хп осталось у капитана Гамбит. Ну и бомба под дугой находится, да, то есть на Б по идее пойдут. Керриган под флешку в соло действует, забирает на фаню, откидывает дальше смок в пристройку, догадывается, что именно там находится второй опорник базы Б. Прожал, прожал, есть понимание, хорошая флеша, Хоббит ослеп. Керриган, в итоге, сделал еще один минус. А ты уверен, что Хоббит ослеп? Ну, полуослеп там, да, дал, и по экрану было видно, и дал ассист как бы от флешки. Ну и что у нас, 3 в 4, просто мне показалось, соперника все равно видел, это не так важно. Вот важная перестрелка, Аксель сейчас в респе, забрасывает молотов, будет пытаться выудить соперника. Керриган идет в осторожный пуш, респе, олов мейстер принимает широ, и, наконец-то, фейсклан выпутываются из своих неприятностей. Керриган простреливает интерза, килл от Акселя, но здесь, вероятно, нужно уходить. Лучше бы сохранить калаш, его в спину, непонятно, кстати, наверное, пытается обойти Олаф, небо база, но вот пойдет ли он в глубокий пуш. Это тот еще вопрос, Твист видел. Дал же инфу, но все-таки не среагировал Рейн, Твист забрал Хоббита, который пытался вернуться, это 4 в 4, но опять же, Хоббит дал на фане важную инфу, но видел еще там двоих как минимум, и при этом одного на центре, плюс, наверное, догадался, что там подсадка, то есть, в принципе, у Гамбит сейчас четкое понимание того, где находятся оппоненты. По Твисту немного попали, 55 хп у него осталось, Шира промахивается по Керригану, 13 хп осталось, откидывает Смок под себя, живет пока что в пристроечке. Ну а бомба через Тайспаун перетягивается в направлении плента А, там играет очень агрессивно Интерс, Смок пока лежит, может себе это позволить, 50 секунд до конца, Керриган при этом прошел на куб, и Аплент можно занимать. Давайте посмотрим, что по гранатам у команды Фейс, потому что реально без Смоков поставить бомбу будет трудно, один Смок от Олаф Мейстра, Интерс в итоге грамотно отходит назад, 30 секунд до конца, еще секунд 10, наверное, потратят. Это что, Смок прилетел или коктейль? Нет, это Молотов прилетел, он должен стопорить атаку, 26-25 секунд, но Гамбит не перестраиваются, у них на по-прежнему лишь один обороняющий Интерс потратит некоторое время Аксель, чтобы сюда уходить, а Фейсклан двигаются просто контактно, теперь набрасывают свои гранаты на Интерса, вся надежда, что ж, Тимофей, тут звездный час. Минус от Акселя. Все, не читается, Тимофей абсолютно никак. И Молотов еще на сайт, и минус от Интерса. Ответ от Твиста. Еще, кстати, Гамбит, что можно сказать, Фейсклан снова разбрасывается в Б, получают фраг от Шира. Ну и вот снова недостаток по гранатам, то есть сначала Шира сумел дать фраг, потом на него залетела флешка, затем на него залетел дым, Шира при этом ищет еще и Пиксель. Да, бомба стоит, но на выбивании изрядный гранат есть у самих ребят из Гамбит, хотя из-под спины они не поджимаются, Аксель только сейчас уходит с А. А что ж, 3-тайк 5 в 4. Шира у нас при этом с авиком стоит на хилпе, готов врываться, к нему подошел Хоббит, Твист, неплохо реализовал АК-47, при этом Броки на размене. Гамбит в меньшинстве, Интерс упал, Нафаня горит, 70 кп остается, это 2 в 2, однако, смок мешает Броки увидеть, Броки прыгает. Вблизь подходит Нафаня и капитан команды Гамбит заканчивает еще один раунд для своих ребят. 10 у Гамбит, всего лишь один у Фейсклана, но опять же бомба, это возможность делать закуп. Снова на подсадке сидит Аксель, Фейсклан готовит свой раскид, ну и, наверное, выход этот будет довольно ранний. И снова Керриган первый, кстати, говорил в своем интере, что частенько первым погибает, не меняется ничего. То есть он говорит, что вроде бы мы с Робаном этот момент как-то переделали, он хочет помогать команде энтрефрагами, но команда в атак частенько начинает 4 в 5. Поджимается Нафаните временем с Б-базы, очень важный размен от Шира, он его с легкостью дает. 4 против 2, их ситуация уже сейчас. Еще и Хоббит поджимает центр карты, не уверен, видел ли он Твиста в кармане Мидла, а вот сейчас Олаф может его и не простить. Палец о Хоббит и за фраг не уцепился. Но это 3 в 2 и красный Олаф, то есть шанс его Гамбит номинально должно быть больше. Но при этом заходит Твист в центр, правда спалился, откинул коктейль Молотова, теперь его могут там ждать, но Твист это прекрасно осознает, уходит назад. Может быть попробует с Олафом объединиться, хотя если честно, лучше наверное разыгрывать 1-1, сделать какой-то килл под бэс, фокусировать внимание, стянуть, тогда Олаф мог бы зайти в спину. 35 секунд до конца, ребята идут в направлении базы А, при этом Аксель вместе с тиммейтом проверяет центр, но кстати тайминг таков, что в мид мог пройти игрок, и собственно мы видим как Шира разворачивается, чекает, и соответственно по таймингам проигрывают. Ребята из команды Гамбит базу А, потому что Олаф вместе с тиммейтом уже заходит на точку, и вот-вот мы увидим установку бомбы, Интерс идет в храм, бомба ставится, понимают Гамбиты, что. Все-таки где-то не доглядели, твист занимает куб, не знаю, видел, по-моему Аксель его увидел, да, там дуло скорее всего как-то заходило, но как бы по одному инфа имеется. Второй красный, Олаф пробует играть, 18 кп, Интерс с ним справился, Аксель, ты даже не посмотрел, слишком, слишком Саевова пытался играть твист в этом. Игровом моменте, 11-1, снова бомба и снова деньги, но толком это ничего не дает. И снова слишком просто, вот это схватка, ты видел? И неужели Фейскланд просто выходит, Керриган, может поймать Акселя? Нет, нет, но слишком опасно было, то есть Аксель имел возможность развернуться, теперь развивается атака, Керригана Хоббит пытается ловить, выпадает на него, важнейший фраг сейчас дает Хоббит, 4 в 4, вот вопрос в том, как сыграют против Куба. Там у нас сидит Интерс, на него просто дают сумочок, а Хоббите есть информация и понимание, он горит в Молотове, и по итогу его выкуривают 4 в 3, наконец реальный шанс для Фейскланд выиграть свой раунд. Дело в том, что там коктейль Молотова горел, а рядом свечи, Хоббит запрыгнул на свечи и начинал гореть за счет свечи. Бывает, друзья, на фане 1 против 3, а М-очка у капитана команды Гамбит, бомба стоит, пойдет, наверное, до конца, хотя, ну, надо думать, все-таки еще там несколько раундов придется сыграть, возможно, стоило сейвить, он не стал этого делать, ну и второй раунд взяли ребята из команды Фейскланд. Керриган открывается до контакта, такой раунд мы уже видели, сюда та же флешка, но теперь на фане выигрывает перестрелку и против Керригана, и против Твиста. Несколько видоизменили модель обороны Гамбит, и к этой фишечке от Фейс приспособились. 5 против 3, ситуация, раунд не то чтобы похоронный, у нас-таки у на фане 19 хп, но довольно близкий к этому, и 3 игрока Гамбит на б, и 4-й неподалеку этажир, он отвечает за центр карты. В общем, их усилий, я имею ввиду опорников на б, вполне должно хватить. Смок развеялся, Рейн отошел за ящик, на фаня, ой, можно подставиться, на фаня все-таки пошел на банан. Интерс подставился, Хоббит вышел на размене, но Рейн забрал его, напомню, ситуация была 3 в 5, а теперь действительно шансы появились у ребят из команды Фейс. Броки устанавливает бомбу за колонной, играет с Айвиком, чекает спину, Широ при этом ждет, возможно, кто-то сам на прицел наскочит, нет, Броки проверяет дальше, влетает игрок защиты, Широ падает, и Аксель тоже, Броки. Неплохо, уверенная игра с Айвиком, и важнейший раунд для команды Фейс Клан. Здесь все не слишком радужно, при этом идет на пуш пристройки на фане, он под Б, пока в смоке, выходит в очень четкий тайминг, Керриган его не чекает, но сам на фане идет на мидл, не видит здесь никого, и сейчас Рейн должен на фане принимать. Синхронные киллы Олаф нашел в поджиме Акселя на Апленте, и это 5 против троих. Ну что, теперь черед Гамбит получается выпутываться из ситуации в меньшинстве, потому что в прошлом 3-5 игра Спейс Клан потащили, но намеков на это немного, лишь один дым остается. И один игрок на Б-Плэйс всего лишь, который уже падает, Интерс отъехал, Б-база пустая, поджимает сейчас Хоббита, ну и тут просто на контроле карты, если честно, ребята с команды Фейс Клан заберут еще один раунд. Олаф пробовал пристрелять Хоббита, на дальней дистанции не получилось, ну и, соответственно, непонятно, почему сразу не выйти на Б-Плэйс, когда Олаф дал инфу, но, соответственно, выигрывает немножко по таймингу, Хоббит перетягивается к тиммейту, но тиммейт ничего сделать так и не смог. Слишком много гранат здесь полетело, и коктейли, и смоки. Хоббит в соло против четверых, пробует сыграть, неожиданно, наверное, выйти в смог, но Рейн хорошо просматривает эту позицию, Хоббит ждет. Рейн должен его проверить. Рейн падает, но Керриган был уже в спине. Друзья, это 11-4, уверенная игра от команды Гамбит, которые все-таки в конце немножечко подзалили. Ну, он резко остановил прицел, резко начал говорить в микрофон и просто отошел обратно. То есть, и часть силуэта там была, мне показалось, заметил. И посмотри, как сразу начинают стягиваться фейзы. Оп, минус от Олафа, принимает он все-таки позицию церкви, лишь после этого залетает гранат Олаф, второй фраг вообще встелет в палеоте, где размен на фане, но никто не смотрел на карман. Рейн, спрятавшись здесь, все-таки дал свой важный минус, 4 против двоих. При этом Аксель вместе с Интерзом быстро через центр решили провести ротацию, выйти на точку А. Туда бежит Керриган, также бежит твист. Керриган заметил выход из куба, откидывает коктейль Молотова, не давая быстро поставить бомбу. Но все равно умудрился Интерз найти для себя такую возможность. Не точный коктейль, чуть-чуть дальше нужно было опрокинуть. Керриган падает, ситуация 2 в 3. Аксель занимает более выгодную позицию. Тем временем ошибается Интерз, Аксель, один против троих, пробует расконтролить по 250-й. Патроны заканчиваются и броки вместе с тиммейтом успешно берут этот раунд. 11-5, пистолетка уходит в копилку команды Фейс Клан. Да, но мы помним первую половину, там Гамбит выиграли также. Контактный выход от Хоббита, он занимает пространство перед Дугой, получает просто выпад от Олафа, мгновенно падает. И это 5-4 уже добрые вести для Фейс Клан, после чего Дуга сбадривается с мачком. Ну и на фане с маком здесь ничего не поделать. У Рейна. Такое ощущение на фане хотел достать еще Галил, но понял, что, наверное, слишком далеко выпал этот девайс. Остался с узишкой под точкой Б, откидывает флешку, фокусирует внимание игроков защиты на себе. Ну а тиммейтов отправил по ДА базу. Керриган на стандартной подсадочке, отсюда, кстати, Аксель делал несколько раз минусы. В этот раз Керриган сыграл, сделал первый килл. Твиста с МПХ здесь могут и не ждать. Твист, видит Шира, реализовал МПХ, отошел назад, при этом игрок атаки. Рейн в спину расконтролил на фане. Ну и Интерс один против четверых. Интерс уезжает, бомба выпала, счет 11-6. И экономический раунд от команды Гамбит. И уже, согласись, команда Фейс Клан выглядит не так плохо, как... Работает Броки, ассистировать ему будет Рейн пристройки. Оба по итогу выходят. Ну и на фане здесь приговорен. Рейн, ну, двигается первым для того, чтобы заработать денег, наверное, хоть каких-то. Ну, в случае чего его тиммейт спокойно разменял. Олаф уже отыгрывает против ворот выхода с Терри Спа. Минусует Шира, получает по шапке. Но попадание это из Глока, так что не смертельное. Олаф отличается еще и вторым фрагом Интерс. Один против пятерых. Это будет раунд без потерь для Фейс. 7-11 счет. Время продемонстрировать нам свои заготовки на Эншенте. Там у нас на дефолте Керриган, на кубе играет Твист. Гамбиты действуют. При этом оставили Хоббита под точкой Б. Он будет заходить в спину. Твист умел найти Интерса. Находит на фане еще один минус. Твист! Квадер килл на пленте А. Вот это жесть! Хоббит последний. И, по-моему, какой-то Смог явно не долетел. Как игрок вышел из куба и так всех расконтролил. Смог-то должен там лежать при выходе сразу. Смога не было. Как раз два дыма потратили, по-моему, для того, чтобы запереть храм или свечи. А второй выход с респа. По итогу на куб никто не смотрел. Твист оттуда вот всю команду и похоронил. Немного накалили Рейна. Но он пошел поджимать пристройку с тиммейтом. Олаф уже собрал инфу. Его, конечно, прострелили. Дальше сдобрили хаешкой. А вот Молотов на карман полетел мимо кассы. Теперь ее приходится смотреть. Из-за этого Рейн мог сделать свой килл. Вместо этого Интерс забирает Рейна. Броки минусует Акселя в ответ. Минус по Хоббиту. Где размен? Смог пока что не позволяет отыграть. На фане, но он спреет сквозь него. И это три в три. Просто волшебство от капитана команды Гамбит. Ставится бомба. Начинает бомбардировать Интерса. И Олаф, будучи просто слепым, забирает Интерса своим спреем. Шира не сдается. Хедшот по Керригану. Не будем забывать. Броки 1 хп у Олафа 36. Все шансы у Гамбит наконец уцепиться за этот раунд. Но Броки что, полетел просто дефузить бомбу? Ой, Шира понимал, что нужно как-то спасать ситуацию. Олаф, правда, его перестреливает. Нафаня играет при стройке, откидывает под себя флешечку. Влетает за колонну. Остается 1 на 1 против Олафа. И что тащит нафаня? Как же это было важно. И не хватило третьего на куб. Что они будут делать сейчас, не знаю. Бомбу даже не поставить. Вот чем проблема еще. Броки разбирает Шира. Тот пробовал зайти в спину. Не получилось. Выход на точку А. Броки стоит, ждет. Вот Керриган тоже на позиции. Нафаня нашел Олафмейст. Расшибка от Керригана. Аксель пушит дальше. Броки промахнулся. Проверяет спину. Кстати, может к нему зайти в гости один из игроков команды Гамбит. Хотя Нафаня стоит на метле. Бомбу все-таки сумели установить парня из Гамбит. Ну и Нафаня. Нафаня будет заходить в спину. Его сейчас потихонечку ждут все-таки. Но он делает все очень четко и грамотно. Интерс под классным углом сидел с Гориллом. Забирает Рейна. Интерс все там же. На него выходит твист. Смог на бомбу. Попробует твист, конечно, раздефузить. Нафаня в спине, напомню. 90 хп у капитана. Твист выходит. Проверяет ближние позиции. Начинается деф. Бомба. И Нафаня все-таки находит игрока, который дефузил. Бомба взрывается. Один авик уходит. Нафаня наверняка еще опустил спрей в смок. И Гамбит берут важнейший раунд для себя. На вторую могут не смотреть. Так молит под Олафа. Он просто тушится. Он убегает. А у этого Рейна не чекнут. Рейна не чекнут точно. Рейн сделал минус. Но это размены, понимание по пристройке. И знает, что значит банан еще кто-то смотрит. То есть все. Теперь знают Гамбиты, что как минимум два человека на точке B. А при этом все равно остается под B базой. Аксель контролит поджим с точки А. Там ни о каком поджиме речи пока что нет. Куб прожал у нас Броки. Играет он с авиком. На две позиции работает. Ну и проводит ротацию игроки Гамбит. Уходят в мид. И как своевременно они это делают. Сейчас на действительно один. Второй смещается к нему следом. Молотов кладется на мидл. Керриган его просто доджит. И Броки четкое попадание. Это хорошее начало для этого приема. Нужно второй. Броки справляется и с этим. Керриган тем временем принимает куб. Широ контроль поджима со стороны спины. Но уважаемые зрители. Времени нет. 12-11 секунд. На АВИК следующем раунду денег не будет. И Широ нужно серьезно засейвить это АВП. Хотя Фейскланд тоже не горят желанием на него лезть. Там 300-350 долларов. Они решили с уважением подойти к Соколову. Не просто позволить. Ладно. Окей. Мы взяли раунд. Для нас это важнее. Ну если честно, поторопились ребята из команды Гамбит. Интер сдвигается контактно. На Фанни пробирается через мидл на вражеский респ. Но решает не идти. Не просто вернуться обратно. Начинает поливать трейд. За секунду забирает Интер за Иширо и Акселя. Хоббита принимает. На дуге немного несинхронно. Вышел АВАЙ со своими тематиками. На Фанни. Один. Слушай, ну надо было играть так, чтобы засейвить АВИК. В любом случае можно было в этой ситуации. Тут, конечно, чуть-чуть неправы. Три раунда. Проиграют это тогда наверняка перед следующим оружейным. Или сразу после паузу заколят. Подходит смок у нас Хоббит. Просто выходит без флешки. Видит игрока за колонной. Рейн справился с Хоббитом. Рейн справился с Интерзом. Полетела сейчас граната. Олаф реализовал АВИК. Аксель упал. Бомба лежит. Широ на Фанни 2 в 5. Можно отходить. Но, кстати, на Фанни сейчас, наверное, погибнет от Рейна. Тут смочок лежит. Слушай, как же не хватает качественной раскидки на Б. Что от одних, что от других. У Керригана была очень хорошая заготовка. И если ты помнишь, в первой половине он даже один раунд взял таким образом. Кубе при этом перестраивается под прием. Первого пропускают. И получают от Акселя. Бау, как это было важно. Керриган двоих. Но все-таки получает выпад от Гамбит со стороны Куба через дымы. Ну и вот теперь шансы у Гамбит будут очень хорошие. Главное здесь поставить бомбу. Все мы понимаем специфика пленда. Такая, что можно и не справиться. Но вот и она. Теперь ретейк, кстати, с одной гранаты. С одним смоком. С АВП. У команды Фейсклан. Хоббит. На нем важная задача. Он проигрывает перестрел к Урейну. Широ дает очень важный размен. И Нафаня обходит спину. Как же он умеет это делать? Ну не факт. Он не стал сразу стрелять. Может быть его еще прочекают. Прилетает смок. И Нафаня падает. Он мог сразу забирать ловмейстера. Он этого не сделал. Широ промахивается, так как ничего не видит. И команда Фейс берет важнейший раунд. Вот так Нафаня. Все-таки хотел в более выгодную позицию зайти. А на самом-то деле они бы были просто 2 в 1. Здесь же в пристройке. Снова Молотов под него. Отходит подальше. Пытаются плюс-минус ту же комбину сыграть. Рейн плюс Ола. Как же попадает сегодня норвежец. Говард Ниагр. 23-18. Его статистика прямо сейчас. Зонится смоком. Нашивает в него. Пока он в безопасной зоне и в позиционном преимуществе. Нужно, конечно, отойти. Закрепить это большинство. Но не обязательно делать это быстро. Как же сложно гамбит в атаке. При этом нельзя сказать, что она у них не готова. Но вот Фейсклан со своими этими двумя АВП. С выигрышными перестрелками. С постоянно неожиданными углами. Как, например, сейчас, быть может, будет у Керригана. Все-таки имеют преимущество. Но на мидл так и не стали выходить игроки гамбит. Просто накидали гранат. Но Керриган-то инфу соврал. Поэтому сейчас команда под, не знаю, лирическим названием Красная угроза будет заходить в большинство. О, тройка игроков Фейсклан на Б. И четвертый, в случае чего, сместится еще и в спину может. Через зигзаг сыграть. Вот Керриган уже занимается этим. Поджимается под девятку. А здесь как раз на раскидке игроки гамбит. Аксель контролит ли его? Не контролит. И по итогу Керриган выигрывает перестрелку 5 против троих. И время, время работает сейчас просто железобетонно на фейс. Ребята из гамбит пробуют зайти все-таки на Б-базу. Хоббит падает. Интер со Шира 2 в 4. Врыв от Твиста. Стоит последний Шира против троих. Уработал как Твиста, так и Олафа. Но слишком много игроков защиты было здесь. Стороны здесь решают. 13-15. Гамбит готовы заезжать на А. Они используют два дыма. По-прежнему Куб не запирается. Но Керриган центр карты не пропускает. Нет, а может быть похоронная 5 против четверых. Броки просто отбрасывает смок. Ему не так нужен тот фраг, как просто выжить. Керриган дожимает все-таки Акселя. Как же это было важно с его точки зрения. Шира должен перестреливать Рейна в спине. Теперь есть возможности и у команды Гамбит. Но Броки забирает Нафани при врыве на храм. Твист рискует, выныривает из дыма. Который был отброшен его соперниками. И Интерс 1 против троих с Маком. 1 килл размен Броки. 16-13. Выигрывают Фейс Клан. Как доволен Керриган. Это ребята, которые проигрывали 1-11 в лучшей команде Планеты Земля. Прямо сейчас с 1000 очков на ХЛТВ. На ФАНИ. Субтитры сделал Dima. Субтитры сделал Dima. Диана.